Друзья, здравствуйте! С вами школа вязания Ларен Булхарт. И сегодня мы с вами поговорим и позанимаемся созданием рисунка с косами в вязальной программе Дизайнит. У меня Дизайнит 9, вы можете работать точно также в вязальной программе Дизайнит 8. Итак, давайте приступим. Переходим в Дизайнер узора. Предположим, у вас есть выкройка и вы хотите создать рисунок с косами для вязания спицами или на машине. Также, кстати, в этой программе можно создать абсолютно любой рисунок для вязания, например, крючком. Символов в программе хватает, а если не хватает, можно создать собственные. Но сегодня мы конкретно создаем рисунок для вполне конкретного свитера, который на данный момент многие из вас вяжут вместе со мной. Для начала продумаем, какие элементы, какие рисунки мы можем и будем использовать в этом свитере. Выбираем файл, новый файл узора, установку. Выбираем метод вязания. Для начала меняем метод вязания на ручное вязание, потому что данный свитер я собираюсь вязать именно спицами. Я выбираю метод вязания плоский. Это не кругловязное полотно. Лицевое чулочное вязание. И здесь я могу сделать установки, откуда начинается вязание. От левого края первого ряда или наоборот. И ряд первый изнанка. Нет, у меня ряд первый не изнанка. Выбрав, нажимаю на кнопку ОК. Далее мне нужно установить размер вручную. Установку ряда вручную. Первый мой рисунок будет заполняющий. Рисунок шахматка. Раппорт рисунка шахматка 4 на 4 петли. Нажимаем на кнопку ОК и устанавливаем из файла формы плотность. Желательно, чтобы машинная или ручная проба вязания уже у вас была. У меня установлена спицы номер 4 и моя плотность вязания спицами номер 4. Я нажимаю на кнопку ОК. У меня появляется окошко для выполнения раппорта рисунка 4 на 4. Здесь у вас есть палитра символов. Однократным нажатием левой кнопкой мыши выбираем палитра. Выбираем палитра символов. И здесь у вас перечислены символы. Символов петель здесь очень много. Они есть как для ручного, так и машинного. Нажав на каждый символ, вы можете прочесть, что он обозначает. Здесь есть и виды набора, и метод вытянутых петель, наборы изнаночные, разнообразные виды наборов. Итак, вы выбрали. У меня пока установка лицевая, изнаночная. Я нажимаю на кнопку ОК. Лицевые у нас по умолчанию лицевая гладь. Вы можете это проверить, нажав на кнопку показать структуру ткани. И здесь у нас изнаночные петли. Если вы наведете курсор мыши на данное окно, вы увидите, что этот петельный символ установлен для СКМ, то есть средняя кнопка мыши. Итак, я выбираю изнаночные петли рисовать ЛКМ левой кнопкой мыши. Выбираю кисть и начинаю прорисовывать. Две изнаночные петли в первом ряду. Во втором ряду петли вяжутся по рисунку. Значит, здесь будет 2 лицевые, ничего не рисую. В первом ряду 2 лицевые, во втором ряду это 2 изнаночные. В третьем ряду рисунок шахматка меняется. Значит, здесь 2 изнаночные и здесь 2 изнаночные. Проверяем рисунок, который я нарисовала. Именно то, что я хотела видеть. Сохраняем рисунок шахматка. Выбираем файл сохранить как. Создаем себе файл папку свитер с ирландским рисунком и создаем рисунок шахматка. Прекрасно. Следующий рисунок, который я хочу создать, это коса, которая будет располагаться по центру рукава и по бокам детали полочки и спинки. Так как мой свитер будет состоять из сложных составных фрагментов. Я выбираю файл новый файл узора установка. Снова прошу установить размер вручную. Количество петель в раппорте рисунка, которую я предполагаю связать 17. Из этих 17 4 петли приходится на изнаночные петли обрамляющую косу и 13 петель самой косы. Я устанавливаю 17. Высота раппорта рисунка 24 ряда и нажимаю снова на кнопку ok. Также устанавливаю из файла формы для моего свитера, который уже готов. Я вам сказала о том, что краевые петли у меня будут изнаночными. Вспоминаем, что это левая кнопка мыши. Так как у меня будет заполнение двух петель полного ряда раппорта, я выбираю прямоугольник, заполненный прямоугольник и заполняю изнаночными петлями. Для этого достаточно зажать левую кнопку мыши и протянуть по петле. Края созданы. Теперь заходим в просмотр палитры косичек. Если вы откроете палитру косичек, вы увидите, что в ней огромная уже готовая палитра. Вы можете просмотреть и, возможно, вам даже ничего не нужно будет создавать. Но если какой-то косички у вас нет, то вы вполне можете создать себе ту косичку, которая вам нужна. Для этого воспользуйтесь новая особая косичка. Я уже создала косичку, которая мне нужна, поэтому я закрываю и начинаю заполнять. Все косички, которые вы выбрали для себя, отображаются в палитре выбранных косичек. Я выбираю первую косичку на 13 петель. Скрещивание, которое я хочу выполнить, это коса на 13 петель, из которых 6 петель перенести на вспомогательную спицу, оставить перед работой, провязать 6 петель лицевыми, одну изнаночную и закончить шитье лицевыми со вспомогательной спицы. Вот мы эту косу вставили. Когда мы установили с вами на то место, где хотели бы видеть косу на 13 петель, установите ее двукратным щелчком мыши. Далее мы с вами возьмем косы встречные и начинаем их установку. Для удобства можем показать текстуру ткани, это кстати будет удобнее. Я хочу установить эту косу в девятом ряду. Считаем третий, пятый, седьмой, девятый. Установив косу на нужное место, двукратным щелчком мыши ее устанавливаем. Нажимаем на кнопку поместить и располагаем косу через три ряда. Двукратным нажатием на левую кнопку мыши устанавливаем косу на место. Выбираем снова опцию поместить и еще раз устанавливаем косу на место, которое для нее предназначено. Коса установлена. По центру, помните, мы говорили о том, что рисунок, который мы хотим установить, в этой косе на 13 петель есть 6 лицевых по центру изнаночной и здесь 6 лицевых. Мы выбираем снова левую кнопку мыши, выбираем прямую линию и прорисовываем левой кнопкой мыши ряд изнаночных петель. Теперь выбираем косу в направлении слева направо и располагаем ее напротив косы справа налево. Используя кнопку поместить, перетаскиваем косу на предназначающееся место и двукратным нажатием левой кнопкой мыши мы ее закрепляем. Нам кажется, что рисунок готов. Нажимаем на показать текстуру ткани и проверяем то ли это, что мы хотели с вами видеть. Да, это то, что я хотела видеть. Все хорошо, все окей и я теперь могу файл сохранить. Файл сохраняем как. Открываем папку, которую мы создали свитер с ирландским рисунком, выбираем коса на 13 петель и вносим в этот список. Выбираем деталь. Выбираем наш свитер. Выбираем рукав, который собираемся выполнять. Нажимаем на кнопочку редактировать, переопределить и последний рисунок, который мы с вами создавали, он здесь и размножится. Мы можем работать, начать непосредственно прямо с этим рисунком, а можем заполнить заново. Давайте рассмотрим вариант заполнить рисунок заново, потому что гораздо проще, когда рисунок у вас уже есть на экране. Для этого редактировать и выбираем очистить петлевые символы. У нас сейчас просто чистый лист. У нас выкройка в масштабе петель и рядов, так как мы будем ее вязать. Выбираем опцию редактировать левой кнопкой мыши. Далее импорт. Вертикальная граница. Для начала выбираем рисунок коса на 13 петель. Нажимаем на кнопку ok. В левом углу появилась ваша созданная коса. Беремся за правую границу и начинаем растягивать косу на желаемую ширину. Я хочу, чтобы это было три косы подряд. Количество кос, используемых в фрагменте рукава, вы выбираете самостоятельно в зависимости от вашей петельной пробы. Я рекомендую для данного свитера все-таки выбрать три косы, а размер регулировать количеством петель в рисунке шахматка, которым вы будете до заполнять деталь рукава. Определившись, что это то, что вы хотите видеть, беремся за центр. Это большой крупный квадрат и начинаем перетаскивать рисунок, располагая его по центру детали. Предположим, вот так. Установив рисунок на выбранное место, двукратным нажатием левой кнопкой мыши закрепляем его. Просим показать структуру ткани. Сейчас наш рукав выглядит вот так. Правда, симпатично? Но мы хотим совершенно облегчить себе задачу и полностью внести все рисунки в выбранную деталь изделия. Для этого снова левой кнопкой мыши нажимаем на кнопку редактировать. Импортируем вертикальную границу рисунка шахматка. Нажимаем на кнопку ОК. Аналогично тому, как мы растягивали мотив с косами, беремся за правую границу. Следите за моей кнопкой мыши и протягиваем ее на нужную ширину. Предположим, вот так. Убедившись, что рисунок находится именно там, где мы хотели бы увидеть, двукратным нажатием левой кнопкой мыши устанавливаем рисунок. Делаем еще раз то же самое. Выбираем редактировать импорт, вертикальная граница. Выбираем рисунок шахматка. Нажимаем на кнопку ОК. Растягиваем рисунок на такую же ширину. Устанавливаем мышь по центру на самый крупный белый квадрат. Перетаскиваем его куда вам нужно, где вы хотите его видеть. Подтягиваем на нужное значение и двукратным нажатием левой кнопкой мыши делаем установку. Теперь смотрим, что не так с этим рисунком. На первый взгляд вроде бы все так, но не совсем. У нас полоса из четырех изнаночных петель. С правой стороны она есть. Далее мне нужна полоса из двух лицевых петель. И здесь она, видите, тоже есть. С левой стороны у меня только две петли изнаночные и соответственно потом две лицевые. Поэтому я снова выбираю левую кнопку мыши. Выбираю квадрат и эти две полосы закрашиваю изнаночными петлями. Так здесь у меня теперь мой рисунок заполнен так, как я бы хотела его видеть. Единственное, чего мне теперь не хватает, это полосы из двух лицевых петель. Опять же, для удобства вы можете убрать или спрятать. Показать структуру ткани. Лицевые петли это правая кнопка мыши. Я снова выбираю квадрат. И теперь буду рисовать правой кнопкой мыши полосу из двух лицевых петель. Что ж, полоса из лицевых петель у меня готова. Вы знаете, при желании мы можем с вами даже установить шишки. Шишки располагаются меж двух лицевых петель напротив больших кос. Мы можем либо учитывать их по умолчанию. Для того, чтобы выбрать символ, похожий на шишку, берем этот символ из квадратика и перетаскиваем его в палитру символов, которые используются в данном рисунке, в данном переплетении. Еще раз зажимаем левую кнопку мыши и перетаскиваем на панель рабочих инструментов. И нажимаем на кнопку ОК. Вы видите, шишка появилась в выбранной панели инструментов. Моя шишка будет рисовать ЛКМ, то есть левой кнопкой мыши. Мы берем ее и устанавливаем там, где она нужна. В тех рядах, где она будет появляться. Мы с вами создали полностью рукав, который будем вязать со всеми мелочами, со всеми рисунками, которые в нем присутствуют. Мы можем его вязать либо из модуля интерактивное вязание, но для этого вам нужно будет находиться рядом с компьютером. Мы можем с вами его распечатать полностью в том виде, как создали, и вязать буквально по петлям. Это очень и очень удобно. Либо распечатать его как текстовый файл. Для тех, кто вяжет вместе со мной свитер спицами, я добавлю эти файлы у себя на странице в социальных сетях и вы сможете попетельно связать его вместе со мной по этой очень удобной схеме. Если вам понравилось это видео, а вам не могло оно не понравится, обязательно нажмите на кнопочку «Нравится», поделитесь с друзьями, подписывайтесь на нас в социальных сетях, пишите ваши комментарии для того, чтобы у меня было больше желания записывать для вас больше новых интересных видео. Спасибо за то, что были со мной и до новых встреч!